Девушки отдыхают Пять девушек и шесть молодых людей проведут со звездами шоу-бизнеса День независимости Независимости от курения, алкоголя и наркотиков Всего один день на то, чтобы понять, как прекрасна жизнь без допинга Всего один день на то, чтобы принять решение отказаться от вредной привычки Привет, меня зовут Максим, мне 20-го года, я веб-дизайнер Интересуюсь историей, культурой и живописью А еще различными технологиями на уме Ну и я курю Курю уже два года, с того момента, как умерла моя девушка Утешение, да, в сигаретах только уже нашел Прямо покурю и полегче станет, вроде отпустит Потом опять вспоминаю все это и снова за сигарету В общем, как-то так Привет, меня зовут Иван и я снимаю с Максом квартиру Я понимаю то, что он пережил, но жизнь не стоит на месте и надо двигаться дальше Ни в коем случае в себе не замыкаться В интернете наткнулся на проект День независимости Кое-как сагитировал Макса участвовать в нем Надеюсь, проект хоть как-то поможет ему отказаться от этой вредной привычки Это Ваня посоветовал мне обратиться в эту программу Начать с того, чтобы бросить курить А затем уже мы надеемся, что жизнь моя пойдет на лад Что знакомство есть с девушкой Уже опять начну общаться с друзьями В общем, все будет хорошо, мы надеемся Юрий Пашков, радио и телеведущий Спортсмен-вейкбардист Успешный спортсмен, который одновременно был бы ярким теле- и радиоведущим Большая редкость Но Юрий Пашков доказал, что это вполне возможно И, конечно, основной аспект в такой насыщенной деятельности Это здоровый образ жизни Доброго времени суток, дамы и господа Вы смотрите День независимости Меня зовут Юрий Пашков И сегодня День независимости от курения Здесь мы сталкиваемся со сложной задачей Потому как Макс начал курить не просто так Он пару лет назад пережил огромную трагедию Связанную с его близким человеком, с его девушкой Задача стоит непростая Но за сегодняшний день я постараюсь привести для Макса кучу примеров Почему курение это вред И почему курить современному молодому человеку не стоит Что ж, мы начинаем Максик Здравствуй Здравствуй, Юрчик Я Юра В целом, мне не то чтобы знакомо, но я знаю, что у тебя за проблема Я слышал об этом, мне рассказали твои доверенные люди Сколько ты куришь? Ну, два года я уже курю Так получилось, два года назад погибла моя девушка Много чего, конечно, перепробовал после этого Чтобы отвлечься как-то Ну, зацепило очень сильно И пока помогают только сигареты Сигарета как способ в самопомощи не является не только эффективной, но и может быть пагубной со стороны не только здоровья, но и, безусловно, нервной системы Потому что, ну, тяжело, и сигареты как-то меня, ну, успокаивают, что ли Я вспомню про нее, там, прям сигаретку закурил и все, ей прям как отлегло от души Слушай, ну, а, я так понимаю, ты куришь не по, там, две-три сигареты в день, да? У тебя большие объемы Оно много больше, около двух пачек в день Сколько? Двух Да А ты примерно представляешь себе, вот после двух пачек сигарет, да? Представляешь себе, как выглядит фильтр, да, после выкуривания сигареты? Ну, да, я помню, да А ты понимаешь, что то же самое у тебя внутри? Ты вообще думаешь, что у тебя внутри находится сейчас? Как ты вообще выглядишь изнутри? Ему необходима помощь профессионалов, он ее не получает, также попадает в иллюзию, которая создается курением Я хочу тебе выдать этот твой электронный дневник, немного от тебя требуется, значит, есть сайт такздорово.ру, там есть клуб-форум никотиновой независимости Все, что сегодня с тобой будет происходить, все твои переживания, все твои впечатления Оставляй, пожалуйста, комментарии сообразно тем впечатлениям, да, тем переживаниям, которые с тобой сейчас творятся Я понял В течение сегодняшнего дня Ты можешь посмотреть, что пишут люди, там все бросили по разным причинам или бросают У кого-то тоже трагедия, кто-то занялся спортом, кто-то решил начать новую жизнь, кто-то пришел на новую работу или там встречался наоборот с единомышленниками Ну, в любом случае, такздорово.ру, там форум, я прошу тебя там отмечаться Может быть, прямо сейчас начать тогда? Прего? Давай, мочи На странице клуба никотиновой независимости 31 мая сайта такздорово.ру зарегистрировано уже более 63 тысяч человек Там можно познакомиться с пользователями, которые бросили курить, а также найти массу полезной информации о борьбе с вредной привычкой Здесь я вижу молодого, перспективного, наверное, нормального пацана А внутри-то что у тебя, брат? Я даже не задумался об этом, знаешь, к врачам не ходил никогда, ничего об этом не думал Значит, если мы бьем по рукам, да, если ты готов этот день тусануть с нами, да, то сначала мы пойдем с тобой в клинику Не пугайся, пожалуйста, мы пойдем в клинику к специалисту И он возьмет все соответствующие анализы и выясним Ты хорошо выглядишь внутри, как снаружи Ну, я согласен, да Все-таки это того стоит, надо бросать курить Слеплены своими руками Необходима поддержка друзей, поддержка близких И она именно является эффективной Такой помощью, которая необходима в этот момент человеку, потерявшему близкого Единственной возможной помощью, нередко, бывает это обращение к специалисту Какой вообще выход из этой ситуации ты видишь сам-то? У тебя есть какие-то сценарии? Да, я предполагал, что когда у меня наладится моя личная жизнь, когда там девушку, может быть, найду, то тогда я уже точно брошу курить Это знаешь, как говорят телки, которые не умеют готовить? Они говорят, вот я выйду замуж и точно начну готовить Это примерно про меня? Да, это примерно про тебя, да, сто процентов Если все пойдет по плану, то не только этот день, но, может быть, и следующий, и через год ты не задумываешься о том, чтобы открыть пачку новую Я очень надеюсь, что так и получится Я не буду загадывать, потому как не люблю делить шкуру неубитого медведя, но все-таки хочу с тобой попробовать Если ты готов, давай, по рукам Я готов, давай, поехали Дай пять Суть эксперимента «День независимости» состоит в том, что Юра постарается убедить Максима бросить курить Для этого ведущий предложит герою разные альтернативы вредному занятию Кроме этого, Максим пройдет обследование в клинике, пообщается с врачами и получит большое количество информации о своей проблеме и методах ее решения В конце программы Максим должен будет сделать выбор, отказаться ли ему от вредной привычки или нет Так, Максим, братишка, мы приехали к клинике, здесь хорошие специалисты, я отвечаю Никто живой от них еще не уходил Не барься, не барься, шутка Ты сейчас идешь к декторам, к специалистам, тебя будет смотреть профессор и расскажет, что у тебя внутри Ну хорошо, немного боюсь я Не буду, хреново Сейчас ты там пугаешься Не очень хорошо, давай, все, жми Ну все, я пошел, не пуха мне Да иди уже Вы выкурили сигарету, вы почувствовали, что вам легче Да, да Одной сигареты мало, бывает там две прям сразу Вот, одну скурил, не, 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 как, время не протянул, я прям сразу вторую выкурил и полегче стало мне Угу, как долго это ощущение длится? Ну, около 15-20 минут Как вы считаете, кроме, как вам кажется, вот такой помощи, которую вы получаете от сигареты, что еще происходит? Ну, наверное, что-то плохое с моим организмом Честно, я не задумывался об этом То есть, начал курить и все Я только думал о том, что мне проще, мне легче и все У вас возникают какие-то сложности со здоровьем? Вы что-то стали замечать? Ну, замечаю только пока отдышку Угу То есть, иногда лифт не работает, я приходится по лестнице на четвертый этаж идти Вот, и после третьего этажа у меня уже, уже так задыхаюсь я немножко Раньше этого не было Ну да, раньше не было Есть специалисты, есть профессионалы, которые оказывают помощь людям, попавшим в сложные жизненные ситуации Дело в том, что из вашего рассказа видно, что сигареты неэффективны Что могут предложить специалисты? Это помощь психологическую для того, чтобы вы смогли справиться с теми переживаниями, которые у вас после ситуации трагической возникли Самое главное – это ваше искреннее желание, ваше стремление Потому что без стремления лично человека очень сложно идти на пути изменения его жизни, реабилитации, отказа от привычных действий и вот этих погубных зависимостей и пристрастий Ну что, больной? Что сказали-то? Ну, ничего хорошего не сказали мне Ну и чего? В общем, недолго у меня осталось, либо я бросаю Сможешь избавиться завтра? Ну, я буду стараться Буду стараться я бросать Так что он сказал? Ты сможешь бросить вот так вот? Нет, нет, это по-любому будет очень проблематично А я как говорил, как у телочек, которые не готовят, потом выходят замуж и так и разрушают таким образом семьи здоровые Девки, учитесь готовить сразу Вот, и мне надо сразу сейчас учиться бросать Вот этот день покажет все Я буду рядом, не парься, все нормально Короче, день независимости, брат Я понял Вперед Все, поехали Давай, мы сейчас абстрагируемся, тем более уже жизнь прекрасна, жизнь продолжается Да, и я решил пригласить тебя в такое детское чудесное заведение Здесь все дышит новой жизнью Молодые, маленькие вот эти вот Сашки, Антоны, Ирки, Семены бегают здесь вокруг под столами А давай что-нибудь связанное со сладкой жизнью, новая сладкая жизнь Тебе это нравится? Ну, конечно, звучит здорово Какие конфеты любимые твои? Ну, в детстве маска была любимая А помнишь конфеты Мишка на севере? Я помню, но я не ел, не любил А еще с тех краев, Северное сияние Давай, короче, к делу поближе Много разговоров, это не наш стайл, поэтому, да, ты садись куда-нибудь А давай Ну давай, вместе сядем Сейчас я тебе покажу, сейчас я тебе покажу новую сладкую жизнь Мы начинаем сегодня с тобой Какую выбрать? Беники, беники, ели вареники Максик, сначала я хотел бы представить тебя, нашему уважаемому, великолепному шеф-повару этого заведения, куда мы с тебя пригласили Владимир Здравствуйте, Максим Это Максим Вова У нас проблема есть небольшая, вот она Человек не может оправиться от душевной травмы, да, и закурил Вот, а курение это не наш метод, такой хоккей нам не нужен Вот, поэтому мы решили пригласить его к тебе в гости И отвлечь его от этой зависимости путем сладостей Ведь сладости это эндорфины Эндорфин это удовольствие Вот, подарить ему больше удовольствия путем запихивания в рот каких-нибудь вкусняшек Так, мы будем делать вместе Бери шоколад с пластилиной Это шоколад? Любишь купить? Да Ну да Помни его А можно я тоже приложусь? О-о-о Нежность и сладость через руки Реально По-моему, из этого делали такие эти, как трубочки, не трубочки Я первый могу? Давай, конечно Ну как? Ну лучше, чем фигареты, я думаю Слепленные своими руками Ну а теперь, наверное, ты попробуй эту бомбу Давай Шоколадную Ну-ка Внимание, ребята Вова На вашу совести Ну давай Ореха не хватает О! Теперь отлично Можно просто орешек? Воды На странице клуба никотиновой независимости Такздорова.ру Слэш 31 мая Можно скачать мобильные приложения Так здорово Никотиновая независимость С их помощью Каждый бросающий курить Сможет оценить свой прогресс в цифрах И узнать Чем можно с пользой для здоровья Заменить сигареты Очень жалко, когда такое количество податливого Лепящегося шоколада пропадает Поэтому давайте отказываемся от этого дурацкого курения Предлагаю слепить Владимир, помоги нам, пожалуйста Сигарету Вы лепите сигарету Я леплю человека Сигареты падают на человека Пытаются его расплющить А он, как атлант Держит этот груз на своих руках И ломает Да, и ломает ее через себя Ну что, приступим Давайте Мне только немножко Мне половиночку от этого размера Вам на сигарету этого хватит Вам на сигарету этого хватит А я попробую слепить человека Назовем его Максим Великолепно Роскошь Это событие сегодняшнего дня Мне приятно быть причастным к этому празднику сладкой жизни Владимир, спасибо большое Вова Дай пять Спасибо вам Я увожу нашего героя на природу Прости, забыл тебе сказать Едем на свежий воздух Ого Да Поехали Это очередной челлендж Очередное приключение Которое мы тебе сейчас окунем Ну я только за Поехали Еще бы, еще бы ты был против Удачи Спасибо Спасибо вам большое До свидания До свидания Максик, я специально до последнего момента Прикрывал, да Не говорил тебе, куда мы едем Какая наша финальная точка Я привез тебя в место Которому я действительно Вот теперь я уже испытываю настоящую страсть Я надеюсь, ты с каждой минутой Все меньше и меньше задумываешься о том Курить тебе или не курить После того, как мы здесь прокатимся Вообще, даже мысли у тебя не будет Какие у тебя отношения с водой? Ну, да, лет до 12 я боялся воды А сейчас это моя вторая стихия, наверное Да? Да, попробуем, кстати, сейчас Да прямо что, там, наверное, не нужно Мне это костюм, да? Нет, костюм не нужен Не нужно Ну, я все, я пошел тогда Стой, стой, стой Здесь нужен специальный все-таки костюмчик Это как вторая резиновая кожа Сейчас будем учить тебя в вейкбордингу Я тебе сначала покажу, что это вообще С чем это едят Хорошо А потом дело за тобой Окей, я понял Дай пять Поехали Пошел Пошел, 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 пошел Ну, ты примерно видел, как это происходило Это было грандиозно вообще пушка Да ладно, прекрати, это не грандиозно, я не выспался еще Хочешь попробовать? Конечно, я вроде как бы для этого сюда и приехал Смотри, не только ты, для этого приехала сюда наша клубная Марина Ого Она у нас поощряет всех тех, кто встает на доску в первый раз Это правда? Она умеет это делать Не задавай глупых вопросов сейчас Твое дело сейчас маленькое, вернее цветастое Ты переодеваешься Да, ты переодеваешься и на старт Мы тебя ждем уже там Ой, я понял Какую выбрать? Пеники, пеники, ели вареники Левую Правую Пеники, пеники, бац Вот так Ну третья Да, среднюю, так среднюю Среднюю Средничковую Во всяком случае, перст нашей блондинки рыжей указал мне Держи, счастливая доска, я думаю Вот, зеленая лампочка на опоре, значит, сейчас поедешь Вот твоя каретка приближается Отклоняйся Главное не улететь носом вперед, как ты сейчас сделал, понимаешь Главное упереться, упереться и держать спину напряженной И упираться, держать лебедку на руках, да Понимаешь? Сейчас тебе дадут ручку, давай тебе возьмем паеточку Держи Вот Сильно не натягивай, не натягивай Сильно тут сейчас Готов? Да, готов Да Давай Ай, нет Не готов пока и не едет, ну что ж Учение, свет Опять блондинка права Держи Сильно не натягивай, чтобы чуть провисал пауз Да Готов Ну попробуем Пошел Пошел, 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 пошел Почти Ну я видел твой, не то чтобы успех, но попытку Как тебе вообще вейкбординг? Блин, на самом деле не очень порадовал, это необычно, ни разу не пробовал Единственное, только расстроился, что вот не получилось мне ни разу А потому что хилый ты? Да А потому что ты куряга? Куряга, согласен Вот, и Ну а что, ты хочешь продолжать вообще? Да, да, я хочу продолжать Ну, то есть Ты видел, какие у нас девки там? Ты видел, какие вообще Загорелые тела, да? Какие увлеченные люди Я помню, как меня девчонкой переодевало Я это запомнил, но все же Понравился? Ну, конечно Хотя вот, иначе взять Ну, а сейчас, даже вот дождик пошел, природа плачет Сейчас хочу задать тебе главный вопрос Ты бросишь курить? Да, я брошу курить Я настроил себя уже на это, то, что будет трудно, да, но это нужно, это необходимо Я уже посмотрел на себя, как я катался, из-за этого всего я даже не смотрю Ты поняла, что других развлечений в мире куча? Куча Их просто миллион сексиллионов, наверное, я понял это, да Курить бросаю Пошел, 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 пошел Окей, хорошо, дай мужской пять На сайте такздорова.ру есть информация о центрах здоровья, в которых можно бесплатно получить помощь в избавлении от вредных привычек, пройти полноценное обследование и получить консультации специалистов Мы сегодня весь день провели с Максимом в рамках проекта «День независимости» И мне очень верится, хотелось бы во всяком случае верить, что через вейкбординг, который мы сегодня показали, он все-таки уйдет подальше навсегда и надолго от этой пагубной привычки от курения Я действительно горд, что выбрали в качестве ведущего программы меня И у меня была возможность показать пагубность привычки, пагубность курения в разрезе через вейкбординг, через тот спорт, которому я даю действительно все свои силы, ну кроме работы Макс, мы следим за тобой